Легкую атлетику все считают королевой спорта. И я сегодня каждому из вас желаю почувствовать себя королем на своей дисциплине. Пермь, Березники, Кудым, Каркуида, Лысьва, Кунгур, Ильинский, Соликамск и Краснокамск. Более трехсот участников. Юные спортсмены мало чем отличаются от взрослых. Тот же огонь в глазах, сосредоточенность. Именно сейчас начинается важный этап. С этого возраста начинается выход большой спорт. Пусть они начинают тренироваться, им понравится, они будут задействованы. Они будут заниматься и предоставлять легкую атлетику. Пусть кто-то на городе, кто-то на первенстве края. Среди юных спортсменок и Екатерина Абдулина из Перми, Катя занимается легкой атлетикой около двух лет. Пока результатов нет. Да и не все получается с первого раза, но эта смелая девочка не сдается. Меня папа занимался и мне очень понравился спорт. Первый год, когда я начала ходить, мне очень понравилось и я решила дальше идти к победе. Первенство Пермского края по легкоатлетическому многоборью шиповка юных проводилась по трем возрастным категориям. Каждый спортсмен выполнял три вида. Бег на 60 и 600 метров и прыжок в длину с разбега. А разбежаться действительно нужно, ведь сегодня каждый может получить шанс попасть в сборную Пермского края. Но, несмотря на соревновательный дух, дружба превыше всего. Давай! Давай, Лена! Давай! Кстати, теперь заниматься легкой атлетикой в крае будет престижнее. В сентябре в Кемерово во время форума «Россия – спортивная держава» Пермский край заключил со Всероссийской Федерацией легкой атлетики договор о развитии. Благодаря заключению этого соглашения мы получили два всероссийских старта на будущий год с проведением в Пермском крае. И одно из них очень серьезное – это будет Кубок России по полумарафону, который пройдет в Перми в рамках Пермского марафона. Это большое мероприятие, нас ждет целый год огромной интересной работы, чтобы все прошло замечательно. По результатам шиповки из 18 призеров – половина березняковские спортсмены. Дальше они отправятся на первенство по Приволжскому федеральному округу. Кто знает, может, среди этих спортсменов вырастут новые олимпийские чемпионы. Ксения Калугина, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья.